Всем салют, это Шугар и очередной новостной ролик на канале. Две недели без новостных выпусков. Я прекрасно понимаю, что это свинство, что так нельзя делать, тем более на ютубе. Но парни, были на то причины, я немного приболел, мне нужно было немного отдохнуть. Поэтому очень надеюсь на вашу поддержку данного ролика, чтобы он высвечивался в рекомендациях. Но в свою очередь могу пообещать, что дальше новости будут выходить раз в 2-3 дня максимум. Вот как только я буду понимать то, что накопилось темно-новостной ролик, так сразу буду дропать. Ну а теперь давайте обсудим главные события последних дней. К новостям! Битва за последний слот в МФЛ. Эта история продолжается уже, наверное, около месяца. Потому что до этого последних участников второго сезона нам обещали объявить еще и в августе, и 1-го сентября, и 3-го сентября. В итоге сейчас 9-е сентября и наконец-таки нам объявили, как все будет решаться. Итак, Николай Осипов принял решение нарушить свое слово, которое дал командам первого сезона. О том, что они автоматически получают путевку во второй. И изъял вайлдкарт у трех участников первого сезона. А именно у Бейсмента, Арта и Стармикса. При этом Николай добавил в лигу сразу две команды. Первая команда это Родина Медиа, а второй Медийный Рубин. При этом Николай считает, что еще несколько медийных команд, которых как бы не было в первом сезоне, но которые есть сейчас, достойны попадания в лигу. Этими командами стали Деньги, Гуднес, Гоац и Рутуб. Таким образом, сейчас в лиге два свободных слота. Из-за него будут биться семь команд. Как раз таки три команды участницы первого сезона и четыре на вход. Все они будут участвовать в голосовании, в котором могут принимать участие зрители. На момент записи ролика никакой ссылки на голосование все еще нету. Лишь объявлены о нем. Но возможно на момент публикации ссылка уже будет доступна и я добавлю ее в таком случае в описании. Ну а теперь немного моего мнения по поводу всего этого голосования. Во-первых, очень странная система с тем, что деньги как бы должны биться за слот, а МФК Рубин попадает в лигу просто так. Потому что команды в одинаковых условиях, что МФК Рубин, что деньги были приглашены в первый сезон и не смогли принять участие по тем или иным причинам. Но ладно, проехали. Я не знаю, как будут решать вопрос накруток, репостов и так далее. На мой взгляд, очевидно, что условный Гоац, команда которой руководит Гуди, у которого дофига знакомых с огромным количеством подписчиков, могут просто запостить к себе в сторис куда-нибудь данное голосование и попросить проголосовать за этих же Гоацов. И таким образом ты уже ничего не поделаешь с этим голосованием. Честно ли это? Ну вроде бы да. Но придет ли от этого всего какая-то новая аудитория? Условные деньги выиграли уже в каждом голосовании, которое было. Блин, за деньги топят и Герман, и Эрик. И у меня есть ощущение твердое, что просто клуб не хотят видеть во втором сезоне. Иначе к чему это все я немножко не понимаю. Я понимаю, что я лицо заинтересованное, но очень хотелось бы верить, что все пройдет честно. И если все будет действительно так, то деньги должны выходить с этого опросника, с первого места, с 50-60% голосов, как и было во всех предыдущих голосованиях. Но это лично мое мнение. Напишите в комментариях, за кого вы будете голосовать. Мне будет очень интересно почитать. Ну и без спонсора никуда. Бэтбум. Это лучшая легальная букмекерская компания в России. У них ты всегда можешь найти высокие коэффициенты, множество всевозможных спортивных событий от футбола до UFC и крутейшие акции. Регистрируясь по ссылке в закрепленном комментарии, ты получаешь бонус до 10 тысяч на первый депозит. Ну а также даже обычная регистрация очень сильно помогает моему каналу в Казвити. Обязательно помните это и заранее всех благодарю. Открой игру с Бэтбум. Помните, был такой проект, вторая медийная лига. Андрей Коробов и Дмитрий Григорьев ее запускали, я вам рассказывал в одном из старинных выпусков. Так вот, какая там была концепция? Дать турнир командам, которые не попадут во второй сезон медиалиги, но при этом хотят существовать и развиваться. Чтобы у них была хоть какая-то мотивация, чтобы хоть какое-то медийное развитие продолжалось. Мы им презентовали создание новой лиги. Медийной футбольной лиги, в которой они могут участвовать. Но что получилось в итоге? Данная лига запросила по миллиону от каждой команды за участие. Особенно забавно это слышать спустя время, когда заявляли, что никаких взносов не будет. Ребят, какой будет взнос у команд, если он будет? И как лига будет называться? Ноль, ноль денег будет стоить участие. Бронзовые бесты, миллион. СФК, миллион. Они таких денег даже не видели, мне кажется. Ну и в общем-то большинство команд, которые находились в этой лиге потенциально, вышли из нее. Я думаю, что проекта уже больше не будет. Ну и на самом деле обидно, потому что потенциал-то был большой, и я бы, наверное, даже следил за ней, я бы как-то помогать старался. Но чё-то как-то теперь желания не имею. Особенно вот после таких-то вот цитат от руководителя лиги. Финал МКС перенесен. Вот такие вот новости, перенесен он с ВТБ-арены на Веб-арену. Как по мне, очень даже хорошие замены. Единственное, что смущает, так это то, что финал был перенесен с 12 сентября на 15 сентября. Однако вот Фил со мной не согласится. Вот пока сюда ехал, у нас был диалог, и я даже с ребятами из команды своей разговаривал, они говорят, бля, Фил, ну мы, блядь, хотели сыграть на ВТБ. Нам Веб-арена нахуй не нужна. И мне тоже, вот как президенту глупо, блядь, Веб-арена, да, гибать, пускай Конина не гоняют нахуй, но мне, блядь, вообще неинтересно. Хинки, тем более. Это глупо. Типа, ну, либо открытие, либо ВТБ. Два варианта. Нету этих вариантов, да. Ну тогда я считаю, что те косты, которые мы там понесли за этот месяц участвовав в турнире, мы должны просто... Сколько ты? Мужики, я понимаю, что я случайным образом... Клёво, да? Сыграть на Веб-арене уже какой-то зашквах считается. Куда, да, Росмедиа футбол? Так ещё и команды получат по 2 миллиона компенсаций за перенос. Для меня это вообще крышесносно. Я, конечно, понял, как там строится система. Во-первых, Веб-арена дешевле на 4 миллиона как раз таки. Во-вторых, и футболисты будут подвергаться большим рискам за счёт того, что 15-го числа они играют на натуральном газоне, а 16-го, 17-го уже им играть на луче. Но всё равно, прикиньте, по 2 миллиона компенсаций каждой команде, 1 миллион призовой фонд в целом МКС. Ещё кто-то недовольным остаётся. Меня это, конечно, очень сильно поражает. Ну а теперь давайте по-быстрому пробежимся по последним трансферам в медийном футболе. У меня вообще есть идея сделать полноценный разбор, как команды усилились, кого потеряли перед МФЛ. Если вам эта идея нравится, то обязательно напишите в комментариях, и я сделаю. Если честно, у меня даже сценарий почти написан. Итак, самые интересные трансферы. Ари в команде Гуркина. Натурализованный бразилец будет выступать за его команду, и в принципе-то он всё ещё неплох. Так что, я так понимаю, таможонту, а именно так будет называться команда Гуркина, будет довольно-таки сильной. Кстати, вот такой вот логотип будет у команды. Мне очень нравится, если честно. Амкал распустил свой тренерский штаб, ушли Михалыч и Иваныч. Но новым тренером Амкала станет Юрий Бабин. Официально об этом на момент съёмки ролика ещё не объявили. Но тем не менее, у меня есть информация, что это всё. Подтверждённый момент, так что и возможно уже на момент публикации ролика это будет известно. Денчик ушёл в аренду в Рому, хотя я не знаю, почему это называется арендой. А вот по поводу Кожемяки и Сучёва пока что не всё понятно. Ляпа перебрался в Рому, пробовал там день и ушёл в Файт Найтс. Вот это я понимаю бизнес. Рома Рой, как же ты жёстко развиваешь своих футболистов? Даже дня не успевают пройти, как у тебя их забирают. А вообще, если серьёзно, то Файт Найтс забирают по ощущениям просто каждого, кого видят. Они набрали футболистов уже из 10 разных медийных команд, чтобы вы понимали. Очень и очень забавная история на самом деле. А вот что не забавно, так это то, что они взяли в свою команду зачем-то Михаила Лазутина. А.К.А. Лев против. Для того, кто не шарит за медийный футбол 2018 года, то этот тип приходил на матч Амкало спрашивать с Пандоса за его якобы нелестные высказывания в адрес Лазутина на стриме. Я как капитан не хочу здесь никого видеть. Ничего. У меня разговор. Будь добр, блядь, всё, я буду так, чтобы... Моё лично отнимаешь время сейчас. Мне без разницы. Блядь, а мне нет разницы, блядь. Это ж чужие люди. Будь добр, выйди. Да, да. Ты закончил своё мероприятие, а потом будешь общаться. Чужие люди. Как по мне, данный персонаж вообще не должен существовать в медиа, тем более в медиафутболе. Очень буду надеяться, что в Fight Night задумаются и кикнут его нахер, либо он просто не будет приходить ни на одну конференцию, ни на один матч и пробудет сугубо лишь в заявке. Лично мне этот человек максимально противен и пересекаться с ним бы вообще никак не хотелось. Ну и давайте ещё несколько трансферов. Севастьянов, который недавно покинул Тудротц, теперь игрок бейсмента. Егор Лилюхин ушёл из Ромы и мог оказаться в Би-Би-Ги, но в итоге этого не случилось и теперь мы его ждём в какой-то другой команде на медиа-лиге. А вот какой Лилюхин перебрался в Би-Би-Ги, так это Павел. Его вы можете помнить по эпизоду, когда Жилинский дал красную карточку в матче Броуки на спорте. Очень такую спорную красную карточку. Ну и самый главный трансфер, наверное, это то, что Володи XXL перебрался в Броуки. Более того, даже уже успел дебютировать за них в матче против Родина-Медиа. Отличиться, правда, не смог, плюсом усугубил травму. Так что Володи здоровья и будем надеяться, что восстановится он к началу медиа-лиги. Ну и напоследок давайте обсудим МФЛ не в качестве битвы за последний слот, а просто обсудим последние новости. Итак, старт МФЛ 16 сентября. Жеребьёвка вроде как запланирована на 11 сентября. Ведущими челленджей станут Лакер и Ничай. Как по мне, довольно-таки грамотное решение, потому что челленджи были, ну, не то чтобы очень-то и смотрибельны в первом сезоне. А сейчас новые ведущие должны разбавить и в целом сделать данный формат очень и очень привлекательным для зрителя. Медийная деятельность команд будет поощряться денежно. Очень интересно, как эта история будет реализована по итогу, но я фанат всяких перформансов в футболе, тем более уж в медийном. Так что тут всеми руками за, очень надеюсь, что команды воспользуются данной возможностью. Потому что прикольных штук можно наделать, ну, действительно очень и очень много. Ну и последнее обсудим расписание матчей. Матчи тура будут проходить в пятницу, субботу и воскресенье. В пятницу два матча, в субботу четыре матча и в воскресенье снова два матча. Также сами матчи медиалиги будут проходить не только на лучшее в этом году. Какие-то определенные жесткие поединки по типу Амкала и Тодротс будут проходить на больших стадионах, по типу Открытия Арена, Краснодара. А самое прикольное, что Лига берет на себя покрытие всех расходов команд по перемещению в тот или иной город. Опять-таки за это кидаю огромный и огромный респект. Ну а на этом все, спасибо за то, что вы посмотрели данный ролик, надеюсь вам было интересно. Опять-таки, попрошу с вас проявить какую-то активность под этим роликом, будь то написать комментарий, поставить лайк. Я не знаю, куда-нибудь репостнуть друзьям, потому что тут много полезной информации было. Также не забывайте подписываться на мой новостной паблик, там я никуда никогда не пропадаю. Новости выпускаю максимально оперативно, как у меня это получается. Ну и с вами был Шугар, голосуйте за деньги и всем пока-пока.